Я бы хотела больше поразмышлять о доктрине страдания. В этой жизни каждый из нас будет страдать. Доказательство силы воскресения Иисуса Христа отмечается смертью. Следы смерти. Иисус сказал, посмотрите на мои руки. Потрогайте мой бок, убедитесь, что это я. Если кто-то говорит, что они обладают силой воскресения, но не имеют на себе следов смерти, я не верю такому человеку. В этой жизни нам будет больно. Когда я ехал по Гане, это страна в Западной Африке, проезжая по стране, вот я увидел, что там не проложено никаких путей и нет карт этой страны. Поэтому вам что нужно сделать? Нанять гида. Этот гид пришел, поприветствовал меня. Протянул руку, чтобы пожать мою руку. И сказал, я все еще жив. Он сказал, нет, я все еще жив. Я сказал, ага, я тоже все еще жив. Он говорит, нет, меня зовут все еще жив. Я сказал, мне не нужен проводник, которого зовут все еще жив. Я хочу проводника, которого зовут, и у меня ни разу не было больно. Мне нужен проводник, которого зовут, я ни разу еще не потерял ни одного миссионера. Почему тебя так назвали, все еще жив? Он улыбнулся от уха до уха. Только африканцы так могут улыбаться. Все зубы видно. Огромная улыбка на лице. И он пуговицы расстегнул на рубашке. И с огромной гордостью продемонстрировал мне свою грудь. Я увидел, как у него на груди был след лапы тигра по всей груди. На него, ой, льва-льва, на него напал лев. И вот эти раны остались чистыми. И красивыми. Он говорит, на меня нападал лев. А я это победил. И меня назвали все еще жив. Ты со мной в полной безопасности. Потому что я победил льва. В этой жизни, эту жизнь мы можем пройти с тем, кого зовут, все еще жив. Он все еще жив. И всю вечность, на нем останутся следы смерти. Его зовут Агнец, как там, поверженный, как правильно. Закланный. И шрамы его прекрасны. И когда я буду проживать свою жизнь, мне будет больно. На меня будут нападать. Но я буду жив. Потому что моего проводника так зовут. Все еще жив. И он меня ведет за собой. Вы будете страдать. Сегодня мы все чаще и чаще слышим о благовестии и процветании. Бог вас любит. Значит, вы должны быть здоровыми, богатыми. Иисус когда-нибудь болел? Он сказал, что я был болен, и вы навестили меня. Он это сказал, я из-за него не придумал. Мы всегда считаем, что болезнь как-то связана с грехом. Но если собрать все грехи этого мира, значит, он на себя взял и всю болезнь этого мира. Он знает, что такое болеть. А некоторые люди говорят, что христиане не должны болеть. Однако, открывая откровение, мы прочтем, что не будет больше ни слез, ни страданий, ни боли. Он говорит о верующих. Мы приходим к поводу, что есть страдания и боль и слезы в этом мире. Однако, у Бога есть определенная цель. И сегодня мы посмотрим, когда у вас вот такие нужды, значит, Бог вот таким же образом на эти нужды ответит и будет таким. Когда ваши нужды вырастают, и ваш Бог станет больше. Когда у вас такие нужды, ваш Бог еще больше станет. И если вы себя опустошите, так же, как Бог ради нас себя опустошил, у вас будут тогда огромные нужды. И огромный Бог. Вы в России посылаете вообще рождественские открытки с поздравлениями? У нас очень это распространено, и мы получаем много открыток. И вот я получил две такие открытки. Дорогие Майки и Бетти, Был благословенный год у нас. Моего мужа повысили. И мы смогли купить дом нашей мечты. Так тяжело мыть шесть туалетов. Наша дочь закончила школу. Она была лучшей ученицей в школе. Теперь она может выбрать любой университет и бесплатно в нем учиться. Наш сын, маленький четырехлетний мальчик, читает уже как шестилетний мальчик. А врачи говорят, что он гений. Очень было жарко летом. Нам пришлось уехать на французскую ривьеру. Там было прохладно и приятно. Вам тоже надо съездить. Ну вот и все новости. Разве Бог не замечательный у нас? Я бы хотела, чтобы Бог был таким замечательным со мной. И вот еще одна открытка. Дорогие Майки и Бетти, Мой муж потерял свою работу в этом году. Безработица очень большая. У нас не хватает еды. Наша дочь, которая болеет с синдромом Дауна, ей очень трудно приспосабливаться. Мы пытаемся научить ее читать короткие слова, простые. И вот когда я писала тебе открытку, случилась гроза или шторм какой-то. И после этого, когда он закончился, я услышала, как поют птицы. И Бог проговорил в мое сердце. После такого шторма и после твоего шторма и твое сердце будет петь. Разве Бог не замечательный? Так с кем Бог в себя был хорошим? Все зависит от того, чего вы ищете в этой жизни. Вы знаете, кстати, что вы умрете? Мы так боимся и смерти, и так обсуждаем много, как люди умирают, что мы забываем о том, что нужно помнить о факте смерти. Вы умрете. И дни ваши сосчитаны. Это написано в Салме 22, наверное. И до тех пор, пока ваши дни не истекут, вы... Ничего с вами не может произойти. В смысле смерти. Через смерть вам придется покинуть этот мир. Однажды я сказал Господу, как это будет, когда я умру? Он говорит, так же, как сегодня. У тебя закрыты глаза, и ты со мной разговариваешь. Но в тот день, когда ты откроешь уже свои глаза, ты будешь на небесах со мной. И ничего не почувствуешь. Потому что я в тот день заберу власть смерти над тобой. Неважно, как мы умрем. Господь просто использует эту смерть. Если бы не было войн, то вот эти люди бы не погибли. Неправда, они бы погибли, кто-то в аварии. Кто-то бы утонул. Каждый человек покинет эту землю. И я надеюсь, что Господь использует вот этот способ моей смерти. Я надеюсь, что через мою смерть, может быть, кто-то придет ко Христу. Или кто-то в день моей смерти почувствует, как ожесточилось их сердце. И что они осуждены. Но мы все умрем. Так чего же тогда мы желаем в этой жизни? Я хочу знать Его. И чтобы мне знать Его, у меня должны быть нужды. Один человек пришел ко мне в офис. Он собирался покончить жизнь самоубийством. У него была сильная депрессия. Он сказал, я ничто. Я только большой, большой ноль. Я подошел к доске. И я сказал, а ты ноль в чем? В каком числе? Он говорит, а в какой отрасли жизни? Он говорит, да я во всем ноль. Я ноль как сосед. Как друг. Как гражданин. Как христианин. Как родитель. На работе. В браке. Как сын. И как человек. Я ничто. Я просто ноль. Я сказал, слава Господу. Потому что Бог очень много может сделать с малым. Он сделает еще больше. Если вот это малое увеличивается. И он сможет сделать все. Из ничего. Мне нужно Богу предоставить всего лишь одно. Пустоту. Если я отдаю ему свою пустоту. Он эту пустоту заполнит. Я однажды обедал с пастором. Сказал, ты меня поражаешь. Ты такой красивый. Талантливый. Можешь играть на любом музыкальном инструменте. Поешь. Заслушаешься. Спортсмен. И люди тебе деньги дают, потому что ты харизмат. И вообще тебе не нужно даже готовить свои проповеди. Ты поднимаешься и говоришь. Все хотят быть тобой. И он меня слушал вот так. Он даже не первый раз слышал. Я сказал, я так счастлив, что я не ты. Он сказал, почему? Потому что ты не познал силы Бога ни в одной из областей своей жизни. Ты лежишь, спишь ночью в кровати. А сатана проговаривает, нашептывает все твои недопадки. Все твои слабости. И ты погружаешься в депрессию. И все, что он нашептывает. Все, что он нашептывает. Все, что сатана находит в тебе не так, на самом деле для Бога является отправной площадкой, чтобы проявить свою силу. До тех пор, пока ты не скажешь, я не способен любить. Ты никогда не попросишь Христа стать твоей любовью. До тех пор, пока ты не скажешь, я глуп или я глупа. Ты никогда не попросишь Христа стать твоей мудростью. Я хочу бросить вам вызов. Очень надеюсь, что вы начнете молиться сегодня. И в следующий раз, когда я вас увижу, вы будете более слабым христианином, чем сегодня. Мы все пытаемся стать более сильными. Хотя на самом деле нам нужно оказаться слабее. Христиане не терпят поражений в момент слабости. Они терпят поражения, когда начинают считать, что они сильны. Я бы не стал здесь, не заговорил без молитвы. Я бы не сел на самолет без молитвы. Я бы не стал делиться благой вестью без молитвы. Но каждый день я прихожу домой и не молюсь. Как вы думаете, где будет самая большая атака на меня совершена? Дома. Где я думаю, я силен. Сила Божия совершается в слабости. И когда вы слушаете вот этих пирамидальных проповедников, о которых вчера говорили, которые вам говорят, что есть у них и чего нет у вас, и вы ненавидите свою никчемность, я сказал человеку вот этому, я легко исправлю твои проблемы. Все, что нужно сделать, когда у тебя нули, добавить одного. И что тогда происходит? Сколько ты теперь стоишь? В чем теперь твоя ценность, когда добавляешь вот того одного? В конце на последнее место ставить один, смысла нет. Но если ты поставишь вот этого одного, этот один на первое место, все в твоей жизни меняется. И что, кого этого? Что это за один, который мы добавляем? Иисус. Это вот эта единица. Делаем его своим фокусом. И в каждый момент, в каждой своей слабости, мы позволяем ему прийти, вмешаться в эту слабость. Знаете, у меня вот есть особое в сердце место сохранено для России. Я помню, как много лет приезжал назад. И у меня брали интервью на радио. Я стоял вместе с русскими. В интервью мне задали вопрос. Что вы думаете о русских? Я сказать, терпеть их не могу. Всех ненавижу. Она уставилась на меня. Я сказала, меня так научили. Если срабатывает сирена, значит что, нужно залезть под парту в школе? Потому что сирена означает, атаку с неба русские попадают. И они собираются нас всех перебить. И причинить нам боль. А сегодня у меня проблема. Потому что я приехал в Россию. А люди уступили мне свою кровать. Поделились тем небольшим количеством еды, которая у них есть. И отдали самое лучшее. Молились со мной. Любили, полюбили меня. И сегодня я решил, ни одно правительство никогда не скажет мне, кого не навидите. Потому что я люблю людей. И Россия занимает особое место в моем сердце. Потому что я помню эти дни. Но точно так же, когда я окажусь на небесах, и земля будет особое место занимать в моем сердце. Этот погибший мир. И вот это вот разрушаемое тело, ветхое. Потому что в этом мире и в этом теле я узнал Христа. Господь использует погибающий мир. И Он использует несовершенные тела. Кто больше всего привел людей ко Христу? Во всем мире кто? Сатана. Кто из вас пришел ко Христу из-за того, что Сатана творил в вашей жизни или в жизни дорогих вам людей? Кто из вас продолжает надеяться во Христе? Из-за того, что Сатана делает в жизни тех, кого вы любите. Он творение. Он не равен Богу. И Бог не борется с Сатаной. Но Он использует его. И Сатана ничего не может сделать без разрешения Бога. Бог только позволяет ему что-то совершить. для того, чтобы в итоге одержать победу и свое исполнить, то, что Он задумал. Один молодой человек закончил семинарию. И у него была депрессия тоже. Он назначил со мной встречу. Он тоже собирался покончить жизнь самоубийством. Жена однажды мне сказала, а тебе не кажется странным, что вот люди, которые с тобой пообщаться приходят, хотят покончить жизнь самоубийством? Может быть, ты пробуждаешь такие чувства? Может быть, ты на этом деньги делаешь? Я сказала тому товарищу, я знаю, почему ты хочешь вот себя убить. Ты чувствуешь, что жизнь – это просто существование. Все, что ты делаешь, это просто существуешь. Есть 23 часа и 30 минут незначимости, а ты надеешься получить свои 30 минут значительности. Я говорю, вот комната с дверью. Комната называется Работа или занятие. Ты заходишь в эту комнату и пытаешься в своей работе найти смысл и значимость. У тебя хорошая работа. Потом ты вдруг эту работу теряешь. Не можешь найти ничего. Потом у тебя какие-то дурацкие работы. Ну, иногда хорошие бывают. Еще вдруг хорошая появляется работа. Опять ее теряешь. И к 80 годам ты обнаруживаешь, что ты в кресле-коляске без зубов. Йогурт можешь только через соломинку есть. И в жизни нет смысла. Он говорит, да, вот так вот я себя чувствую. Я говорю, потом ты искал смысл жизни в отношениях человеческих. Ни одна девушка с тобой не захотела встречаться. Потом вдруг одну нашел. Так был влюблен. Потом ты с ней разводишься. Начинаешь другую искать. И в итоге, к 80 годам ты обнаружишь с тебя одного в каталке. Сосешь йогурт без зубов через соломинку. И на небе нет зубов. Думаешь, ладно, в религии можно найти жизнь. Заходишь в комнату, которая называется религия. Пытаешься найти Бога. Думаешь, нашел кого-то. А потом терпишь поражение. Пытаешься подняться. И потом ты думаешь, что Бог тебя такого уже не принял. И к 80 годам ты сидишь в кресле каталки. Смотришь на часы. И думаешь, когда мне уже подгузник поменяют. Ждешь, когда йогурт принесут. И жизнь была бессмысленна. Он говорит, ты так меня понимаешь. Давай вот что сделаем. Пойдем вдвоем с тобой на мост за городом. Будем руки держать. И спрыгнем вместе с моста. Я говорю, я не хочу с моста прыгать. Он говорит, ну как же, почему? Ты все тоже вот, ты же знаешь, о чем я говорю. Я говорю, ну есть еще одно отличие. У меня были хорошие работы, плохие работы. Иногда в браке были замечательные моменты. Иногда были тяжелые моменты в браке. С детьми у меня бывало сложно. Иногда бывало прекрасное время в Боге проводил. Иногда я вот не мог понять Бога. А он говорит, а ты что, не будешь в 80 сидеть в кресле-коляске? Я говорю, нет. Потому что однажды Бог мне что-то показал. Потому что все вот эти подъемы и падения они на самом деле составляют, являются частью ключа. Этот ключ открывает КОНЕЦ и